ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так я вас очень прошу, там все полностью выложите, без обрезков, хорошо? О! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это мое будет дело. Я что, задержанный или что? Я что, задержанный или что? Здравствуйте, ребят. Смотрите, вот остановили вот эти непонятные имя люди, без причины, и хотят проверить документы, безосновательно вообще. Остановили непонятные имя? Ну, вот эти вот, ну... Вот это вот он, человек наш называет непонятными людьми. А че непонятные? А почему они меня остановили? Секундочку, смотри, мы вам показали свое удостоверение. Да. А почему мы непонятные люди? Ну, потому что... Причина остановки была об одном. Транспортное средство имеет технические повреждения лазопрасочного материала. То есть, в чем уже есть причина остановки? Подходим сюда... Клоуны, клоуны. Вы пишите на видео, что на основании закона украинской полиции... Да. У вас машина была в ДТП? Нет. Почему тогда такие повреждения у вас? Где повреждения? На кузове. Где? Покажите где. Смотрите, если я вам покажу. Да, пожалуйста. Покажите где. Покажите где полицейский. Полицейский, посмотрите. Как они спереди, мы видели что-то увидишь. Вы видите какие-то повреждения полицейские? Ну, как-то увидели. Вот, я вижу. Что вы видите? Что конкретно вы видите? Есть законы полиции, статья 35, пункт 3, да? Причина. Вот я, 21 очевидение транспортного средства. Покажите, с видеокамерой снимайте. Вот удар задела бампера. Что вы говорите? Да, я говорю. Что вы говорите? Да, я говорю. Это краска слезла. Удар, мятина. У вас мятина. Вы эксперт. Вы можете на видео заискать. Вы эксперт, либо причина остановки. Вы приедете меня. Я вам причину объяснил. Я вам прислазил. Существует показал на видео. Это не повреждение. Если вы считаете, что мои действия незаконные, вы имеете право их обжаловать, подать жалобу. Если я не прав, меня накажут. Будет добрый, прийти документы для проверки. Товарищи новые полицейские, скажите, они правы или не правы? Ну, смотрите, если мы ищем причину остановки, то я так понимаю, что она есть. По крайней мере, товарищи полицейские нам ее озвучат. Какая причина? Как он мог это увидеть, когда я ехал перед, я не еду задом. Как он мог это увидеть? Я вас услышал, а теперь вы мне. Как бы они вам назвали причину, я не говорю, что она законно-незаконно, я как бы, ну, наверное, не настолько, не эксперт, чтобы это оценивать. Ну, тем не менее, как бы вы задали им вопрос в моем присутствии, они вам отвечают. Давайте дальше. Какие у вас еще вопросы конкретно к нам? Незаконность. На основании законной полиции. Хорошо, а приемперпиод тебе заявление? Полицейские имеют право остановить автомобиль и проверить ваши документы. Да, да. Ваш автомобиль имеет технические повреждения. Документы остановить, проверить? На основании законной полиции. Да, конечно, все приемперпиод. Где написано? Какой пункт написано, что остановить? Послушайте, был 3-й, статья 35-я, законная полиция. А вы уже бывшие ГАИшники или бывшие ППСники или что? Или вы уже вместе просто у вас отработки были? Да при чем там я объясняю вам пункт? Просто вы за их мазу тянете, ребята. За какую мазу? Вы новое лицо, реформа вы. Где вы реформа? В любом моменте мы реформа. Смотрите, я вас вызвал, что они незаконно действуют, а вы за... То они непонятно кто, то теперь мы непонятно кто. Сергей, не провоцируйте людей, я вас очень прошу. Уважаемые. Можно ваше действование? Вы тут уже говорили, что тролли, потом прикалываетесь, теперь мазу. Ну, эти слова для нас не пуща. А что для вас такое? Это довидка, лицо отнес бланку про Пасвичин. Я как, гидно, да, с Пасвичином. Я понял, ну вы серьезно, полицейским, я пальцем не вижу. Ну, какой есть? Я не вижу, фамилии, фамилии не вижу просто. Не, вот фамилии напомню. Здесь, пожалуйста. Ну да. Антонюк Виктор Алексеевич. Да, это вы прокурорные полиции, я вам прочитаю вас. Да. Вам объяснили причину остановки. Можете ее прочитать? Какая причина остановки? Вам уже объяснили. Статья 35, закон о полиции, пункт 3. Я уже застаю 40 минут, ни о чем разговор. Да вы просто не хотите слушать, вот и все. Вам объяснили, а вам все равно. Нету такого. Как? Причите на суде. Покажите, покажите. Веси, почтали, веси, почтали. Закон про национальную полицию открывать. Да, конечно. 35-й. Ер. Статья полиции, да. Ну, Зухуенко. Полицейский может. Ну, не числая, соберите причину. Ну, скажите, под какую причину конкретно я попал? Да, вам же объяснили. Ну, скажите номер. Ну, покажите мне. Не, вы скажите, конкретно под какую причину. Смотрите, ну, вот со слову товарища полицейских, правильно? Да. Какая разница, ну, вы защищаете, говорите, что они правомерно меня остановили. Понимаете? Вы меня спросите, или вы сейчас пытаетесь просто как бы сюжет интересный завернуть? Да я вообще из тебя ехал, и вообще не надо было сюжет. Понимаете, я просто ехал. И поэтому вы задаете конкретный вопрос. Я пытаюсь конкретно по полочкам все разложить настолько, насколько я как бы полномочен это сделать. Понимаете? Я не принимаю ни к нью сторону. Это не моя позиция. Моя позиция помочь вам разобраться в ситуации. Вот скажите, хорошо, вот вам полицейские объяснили, они остановили меня, да? Согласно закону про национальную полицию. Какой пункт, согласно какого пункта они меня остановили? В 35-е статьи. Даже можно это так давать, как порушение правил дорожного руха. А именно в 34-м, 31-м, извините, в 31-м разделе ПДР можно техничный, або механично поскоржение транспортного засаду, правильно? Ну, вот этот, с пол на бампере, дальше капот как-то. В принципе, можно. Ну, пойдемте посмотрим. Ну, покажите, где? 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 Хром на мойке отлетел, это поскользование? Вы что, приказываетесь или что? У вас 95-й квартал здесь привязал? Вот мы не остановили выяснить. Не, ну, хром от мойки отлетел из-за мойки. Это повреждение у вас 95-й квартал. У нас машина в мятинах вся, причем даже хром. Каких в мятинах? Отходите сюда. Где? 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 Хлопушка раз, бампер мятый два. Это повреждение? Да, это повреждение. Что вы говорите? Что вы говорите? Я туманные фары. Ну, пока, слушайте, давайте не согласны. Один написано, не нужно будет вручить наших действий, обжалуйте их. Один написано в условиях недостаточной видимости. Что вы говорите? У меня комплектация не идет про туманные фары. Вот как можно, только наоборот. Тогда кто-то же стоит за губушки, а вы их сняли. Ну, ничего страшного. Это для вентиляции, для лучшей вентиляции мотора. Вы, полицейский, не знаю, что вы. Мотора нет, есть двигатель. Или отпускайте, ребята. Вы предъявите документы и езжайте с Богом. Если они у вас в порядке. Основание. Ну, так, перемотайте видео, там уже есть запись. Это вам пять раз их обезда. Есть? Есть? Ну, смотрите, опять же. Давайте по полочкам. Да, по полочкам. У нас тут остановили. Я так понимаю, что, скорее всего, причина остановки, это поручение права другого рук. Нет. Подождите, давайте я договорю, а вы потом по очереди. Да, да. По руку, права другого рук. А самое, механичное пошкоджение, або техническая несправность. Есть у нас такое прописано. Где у меня механичное пошкоджение, товарищ полицейский? Вы зрение проходили? Где у меня, скажите, механичное пошкоджение? Вот, я ехал прямо. Вот, скажите, где конкретно у меня механичное? Я могу, может, камеру навести, как бы, вот. Где? Вот это? Слетел хром? Слетел хром? Ну, я вам указываю, полицейский. Он чек, он вам объясняет. Вы задали вопрос, я вам пытаюсь ответить, вы понимаете? Да, конечно, мы. Полицейская, потом вы будете делать свои мнения, понимаете? Стоит перед вами тут, грубо говоря, пять человек, и вам без разницы. Да я себе вообще не ехал, ничего не нарушаю. Вам захотелось, увидели житомирские номера, захотелось меня остановить. Житомирские номера, Сергей. Захотелось в Ютуб попасть. Я же объяснил, связь, народ Украины, он весь одинаковый. Честно, вообще-то бояться нечего. Можно под Ютуб хоть на телевидение. Да, да, да. Так я вас очень прошу, там все полностью выложите, без обрезков, хорошо? Я что-то подарисовываю, поверьте. Подарисовываете? Что вы дорисовываете? А, я подарисовываю. Вы тратите время, консультируйтесь. Это уже вручание, в особистом житя громадянного Украины. Да, да, да. Консультируйтесь. Вы когда в форме, так это не вручание. Товарищи, люди ждут. Консультируйтесь. И напишу, что гаишник, старый гаишник Харькова. А что такое слово гаишник вообще? 30 лет, уже он старый. А где вы увидели слово гаишник, Сергей? Ну, бывший гаишник. А что такое гаишник? Объясните мне вообще. Вы знаете этот перевод? Пожалуйста. Все, я понял. Вы вызвали, вы вызвали. Можно заявление, да? Можно принять заявление за беспричневную установку? Ну, принимите, пожалуйста. Так вы документы свои предъявите тогда? Я предъявлю. Вы с заявлением обратились. Только я буду устно, да, слова про заявление, вы знаете, да? Еще раз. Я буду устно вам подавать. Согласно, закон про заявление. Итак, заявление. Да, да, да. В каком виде? Письмово. Мы его письмом, або в письмовом. Я, згодом закону про заявление, я могу подавать, як устно, так и письмово. Так я себе подаю устно, кто все мает записывать. А кто мает записывать, я себе, я кажу устно, полицейский. Правильно, брить бумажку и пишите. А я вам сейчас не это пытаюсь объяснить. Я понял. Давайте, пожалуйста, пожалуйста, я посмотрю, товарищи, полиции. Пожалуйста, предъявить, будь ласка, ваше посвящение. Вы записывайте. Сейчас записывайте. Презвище. Что вам не нужно? Во-вторых, вот все категории написаны здесь. Если вы не знаете... Оно мне интересно было. Зачем оно вам? Сколько у вас категории открыты? Зачем оно вам? Вот категории написаны, я вас научу. Смотрите, вот, смотрите, вот перечень категорий, которые открыты. Все, я вас услышал. И они вас не касались. Категории на данный момент у вас... Одну минуту, у меня от вас уже голова была. Вас не касались, понимаете? Честно сказать, вы... Презвище имя-то Бабатькова. Вы же прочитали, вы же категории посмотрели. Презвище имя-то Бабатькова, да, давайте, подкажи. Ну, вот, перечитайте тогда уже, вот, но. Вы смотрели категории, конечно, вы... Что это делаете? Печаль реформы, печаль. Вот именно вы, это печаль реформы. Вот объясните, зачем полицейскому надо посмотреть мою категорию, если он просто хотел узнать личность мою? Может, личный интерес? Ну, подождите. Когда человек находится на службе, у него есть только законы интереса, а они не личные, понимаете? Да, право на этом. Да. А вы когда останавливаете девушку-водителя, вы тоже там личный интерес? Какой-то там липчик, она одета или не одета? Понюхать или пьяный или что хотите? Ну, как-то да. Да, ну, можете понюхать, но. У вас есть это вот сомнение? Давайте драгер, будем дышать. Я требовал дыхнуть или что-то. Ну, вы так стоите с аликами, как это вот. Я хочу вас услышать. Да, я не хочу. Садитесь от меня, пожалуйста, на 2 метра, блин. Мне неприятно, когда возле меня так стоит человек, я себя начинаю неловко чувствовать, у меня начинается истин самосохранения, понимаете? Это ваше дело. Ну, просто я говорю честно, говорю, ну, неприятно мне так, когда возле человек у меня стоит. Я могу просто так нечаянно дергнуться, и тогда будет уже уголовная статья. Житомирская область. Что же делать? Что Житомирская область? Место Житомир. Я родился, где? Место Житомир. А что написано Житомирская область? Вот это. Вы хоть провоката видели, люди, детские индустрии, вы себе почитайте его там. Это у вас написано там целое какое-то, а у меня написано Житомирская область, если вы не знаете, да? Света, вот яка. Высшая. Судимости были, не было? Не было. Место работы. 63-я статья. Вы знаете, о чем 63-я статья? Знаю. Я говорю, 63-я статья. И еще раз. Причем 63-я статья? Я не хочу свитчить против себя. Где я работаю? Я могу, имею право не говорить, где я работаю. Вы глупости говорите? Глупости говорите вы и делаете. К сожалению, большому. Место работы не божаю? Не божаю. Так пишите, не божаю. Семейный стан, удруженный? Удруженный. Место проживания? Город Житомир. Улица Любая, 8. Улица Любая? Любая, да, 8. Так и называется? Так и называется. Это час недолго? Да, квартира 8. Квартира 8. Улица Любая, 8. Квартира 8. Мобильный телефон. Не имею. Проинтолюдарность статьи 383 Криминального кодекса Украины по знайомлению, притающего за ложные свидетельства принесете криминальную ответственность. Понимаете это? Это заяву. Не свидетельства. Ну, я же вам объясняю. Пожалуйста, подпишитесь. Не, не хочу. Как хотите, как хотите. Диктуйте, что писать. На посту номер 3. Коя здесь адрес? Я не знаю. Ну, вы когда сюда приехали, вы знаете, кого вы засадили? Мы приехали на пост КТЗ. Пост КТЗ номер 3. Был. Незаконно остановлен. Без причин. Полицейскими, которые находились на посту. А именно. Номерный значок, да? Как называется оно, правда? Жетон. Номерный значок. 2046. По данному факту прошу провести службовое расследование. А також хочу добавить. Полицейский, жетонном 2.0.70 Порушил закон про национальную полицию. А саме. Статью 31.2. Все, да? Результаты расследования прошу надеслать мне за вказанную адресу установленный законодательный термин. Да, ребята, конечно, на вас были больше надежды. Балалай. Мне вообще не интересно, что об этом нужно, если следует. Правда? Ну, как-то вот. Ну, понял. Вы напарник, коллегам своим скажете, да? Ну, установил ли особу, права есть, да? Да, вот, диски посвящен. Ну, мы вас, как бы, не останавливали, поэтому нам это ни к чему. Ну, просто... Так, ребята, которые остановили, посчитают нужен. Прислать за указанным адресом. Да. Все? Да. Все. С моих словом записано верно, но и прочитано. Ух, отец, да. спасибо до свидания я могу ехать вы можете им предоставить вы проверили есть медостоверей как у вас конкурирующая фирма ли что ну почему не ехать они же там стоят я поехал вы все спасибо я пойду сюда я приеду товарищ полицейский дать я приеду дать я приеду я свободен а чего вы меня задерживаете не задерживаем смотрите будь общения с вами но а в такой момент можно ли вы маете явный характер не ознак алкогольного спьянения чтобы говорить да да смотрите поручение координации руки а именно у вас от руки дрожат заметно так и вот как мне показалось такой легкий запах алкоголя вот это может быть но тем не менее давайте как то вот сейчас еще над этим моментом давайте драгер есть драгер драгер да вот пожалуйста ели драгер представляется составляете про superior lucto согласно чего протокол вспышите ведь вы запишите схожа за кно проблеме предполагя установлен меропри succeed дальше вы promette так Arbella Доброго eroe further А вы будете проверять меня? Вот именно, нам же нужно... А вы не будете проверять, потому что вы меня не останавливали, вы не видели, что я ехал. Вы уже нарушаете процедуру. Инспектора проверяем, которые вас останавливали. Да, да, да. Правильно? Да, именно так. Именно так. Уважаю, здорово. Все доброе. Командир роты, роты номер 7, батальона номер 2, старший резонент полиции, доктор Роман Леонидович. У вас есть карты на деньги? Где принято? Ваших? Ваших? Ну, честно сказать, вони просто йдуть на поводу у працівників гаїшників, бывших. Їм уже кажется, що я є з п'яний п'яний, вживав. Вони там переговорили. Есть драгер, давайте продаю драгер, давайте зробимо протокол, запишемо. Ви скажете, скільки там проміль, щоб я міг оскаржити ваші дії, згідно чинного законодавства. Скажите, як можна поставити протокол, якщо там у вас нема проміль? А ви напишете, що ноль, а я напишу, а я тоді на вас подам скаргу до суду. Ну, і все, ми тоді будем розбиратись. Ні, ну, ми можемо просто продуть драгер, якщо... Ні, просто у нас ничего не буває. У нас все секусть має бути. Подожди, ви не чує підозру працівника поліції. А що ви спочатку, що ви зробили, що викликали підозру працівників, калишних працівників ГАІ? Що зробило? Заді бампер у мене поцарапаний, і це ми з цього побачили, що у мене ззаді бампер поцарапаний. Подивіться, ззаді бампер. Так, можливо, ви там з ними якось... Ні, 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 ні. Вони мене зупинили, просто зупинили. Сказали, що в мене ззаді бампер побита автомобіль. Вони побачили спереді, що в мене ззаді поцарапаний бампер. І вони вам як? Зробили просто зауваження? Я взагалі нього не порушував. Я його навіть пристеплюю, бачите? Ні, ні, за бампер можливо... Знаєте, вони мають право зупинити, якщо ви подозри, що ви перебували в ДТП. Можливо, ваш поцарапаний бампер... Сзаді вони побачили, так, спереді стояли, съзаді побачили. Там же есть знак «Проезд безупинки заборонено». Я ничего не порушиваю, я вам еще раз объясняю. Ни, ну они же просто поцикавливаются, они же не сказали, что вы что-то порушивали. Хорошо, какая заработка проходит процедура? Не надо часу расстояния. Скажите, что они вам сказали, будут на вас складывать протоколи, постанову, працівники ГАИ? Ничего не будут. А вы выкликали, и суть вашей скарги, будь ласка. Ну, на беспричину заупинку. Я вот написал заяву, я могу ехать. Я могу ехать. Сейчас, Солин, кеда вас сейчас поездят? Працівники полиции, я поездил, вы себе там подделяйтесь, у меня нет времени с вами стоять. Пане полицейский, або протокол по затриманию, або я поездил. Ну, то есть, если я подозрюю працівника полиции, то что вы выживали, вы безградный? Ну, нет, я буду продавать, да, я буду продавать. Давайте, драгер, давайте, драгер. Берите протокол, записайте протокол. А вы показывали свое посвящение? Конечно, да. Працівникам полиции? Полиции, да, да. И сфердовство о регистрации транспортного засоба так же показывают? Ну, я не показывал, не было подставок для них, для чего показывают. Нет, ну, вы понимаете, если у вас есть посвящение лакофарбового покрытия, то, возможно, это цельно вам показать. А чего? А чего? Ну, вам обаков купили планшет, чтобы вы пробили по номерам, и все. Вы по номерам пробили, там, кто власник, там, подивилися по номерам по планшету. Ну, вот. ��, да, понимаете, что у вас должно быть о себе. Кто? Святение, регистрации транспортного засоба? У меня есть. Ну, покажите, пойдите дальше, не надо, 반�руги будет у нас вступать в конфликт. Пока ваша машина будет эвакурована. Понимаете? На какой이랑踏 Dash Co is there? Представьте, что у вас нет свидетельств, регистрации транспортного засоба. Что вам сказали? Это у вас? Então, покажите, что выставили? Если вы wären подпуск Siem, время подпускают. А вы меня остановили, или я буду показывать? Я помню это. Вы меня остановили? Вы меня остановили. Вот это полицейский, вот это красавчик вообще. А в чем красавчик? Вы уже остановили працанники полиции? Вы меня остановили? Ну, при чем тут вы? Ну, все, вы меня не остановили. Я могу ехать. Ну, покажите, не, вы не можете. Чего? Покажите мне святого реестрации транспорта. Чего? И поедете. Чем быстрее покажете, тем быстрее поедете. Можно ваше удостоверение? Можно удостоверение? Подождите, пожалуйста. Не, оно будет по себе. А ваше святого реестрации транспорного засоба есть? Мы не на базаре. Згідно 18 пункт 3. Я скажу еще раз. Командир, покажите отставление службовое. Командир, покажите. Не, оно мое быть просюбиво вас. Принесите, пожалуйста. Вот сейчас все, показывают это вот. Мы погнали. Да, конечно, пацаны, блин. Печально, печально, конечно, с вами вообще. Малый рома вашего тут нагинает. Начальница. Вы символы Франции. Да. Символ Франции. О, а можно удостоверение? Я вот так его. Фотографии я же не вижу. Ну, тут нам зараз таки. Не, покажите паспорт. Паспорт. Мое быть паспорт. Мое быть документ, который посвящен вашу особу. Предъявить документы. Я вам показал. Не, вы не показали. Покажите права, паспорт. Документы, которые посвящен вашу особу. Вы будете показывать? Я буду показывать. Он даёт. Да, я вижу. Да. А что с проходжением Оглено на станции? Давайте будем. Давайте протокол будем... Будете так? Да, конечно, ну. Давайте. Давайте. Да? Я же показываю, они уже не хотят Просто что вы конфликтуете? Вы же у себя такие конфликты Я не конфликт Я за вас педешок нормально спелкуюсь Я с вами надеюсь нормально Нормальный, вы должны показать до свидания резоцирующей личности А вы мне должны показать свидетельство,ажиестрации транспорта А какое представление я вам могу показать? Как на какое представление я вам могу показать? Может у вас еще больше представى показанию поднятия ved member Может у вас его вообще нет Если у вас все в Radiὸyе не Patry Если вы машину об sets Нет, вот этот день поліцейский Я бы видел Вот с Señor Я бы даже не знаю Что значит Антонюк бачил Бачили? Да, посвечили его не я бачили Странно Петуши несут И как за работа приходит процедура? Сейчас посмотрим Протокол затримания Зачем? За шкафом Ну это увидите За остановкой можете Или я поехал и говорит Давайте что будем делать? Я не собираюсь здесь стоять и ждать у вас 3 часа Вы на моего противника полиции не предъявили документ Будь ласка Родионов Сергей Иванович Да Можно в другую сторону Будь ласка Так же посвечены водеи Я особо не бачил Антонюк бачил Ну давайте диалог со мной Будь ласка И категории Пожалуйста Можно пожалуйста повернуть в другую сторону Посвеченную водеии? Видите там девятка стоит Внизу сам внизу видите Ну я должен вас учить Что у нас там еще? Страховый полис Товарищ полицейский Давайте не будем уже Нет Товарищ полицейский Согласно закону про дорожное движение В выпадках перебачен чинов законодавством Чинов законодавство это закон про обысковое страхование Пункт 2.1 и 2.4 правило дорожное движение Товарищ полицейский Страховку я вам еще раз говорю Предъявлять не буду Только про составление протокола или ДТП Ни того ни того случая у нас нету Я вам еще раз объясню Пишите протокол на 130 Товарищ полицейский Немал полиса страхового еще Або не предъявил Правильно? Пишите протокол Я вам сразу предъявляю страховый полис Чтобы написать протокол нам нужно Засвичитите Что вы действительно Находитесь в состоянии алкогольного спьянения А написать протокол по отмоге Ладно я поехал а вы себе это разбирайтесь Я вам предъявил то что вы хотели Ну подождите куда же вы поехали Всего вам хорошего А я никуда не еду Я ж показал Я ж показал Товарищ командир я могу ехать Зараз сейчас вашу машину Магляне по базе Якщо вы не перебиваете в розшивку Транспортный засоб не перебиває В розшивку Товарищ Можете ими Добре дякую вам великое Товарищ командир Магляне по базе Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...